Здравствуйте, туристы и милитаристы! Мы видим перед собой одно из самых наикрутейших клипс в истории тактического найфмейкерства. Посадка не глубокая, не просто так, а со смыслом, чтобы удобно было быстро и надежно извлечь нож рукой в перчатки в стрессовой ситуации. Широкая, тусклая, такая даже слегка на вид потертая, в комплекте с темлячным отверстием вот в виде ключа, вот с этим вот адовым просто скулкрашером, выступающим из бэкспейсера, вот с этой вот насечкой, такая с гордой надписью «Сок» клипса сразу вызывает какие-то ассоциации с огнестрелом, ассоциацией с какими-то суровыми парнями в юниформ, с каким-то бескомпромиссным хард-юзом в полевых условиях. Только глядя на эту клипсу, человек из клуба уже определит, что к чему. А, я не знаю, при маглах вообще лучше не доставать этот нож, потому что могут ненароком обосраться. Прошу прощения за свой французский. Так, ну ладно, хорошо. Полусеррейторный нож «Сил Иксар» это по сути один, сейчас секунду, по-моему, у меня здесь свет включен, а он мне нафиг не нужен. Так, один сплошной непрекращающийся шоковый зуб. То есть, вот он начинается, если на плавничке, то по кругу, через лайнеры, через рукоять, через скал-крашер, вот этот вот, через спину, через зобух. Дальше, ну ладно, здесь идет клип, дальше идет серрейтор и возвращается. То есть, один сплошной такой шоковый зуб. Нож этот не просто очень толково скроенный тактик, он брутален, он внешне опасен, как, я не знаю, как загнанный Джон Рэмбо. И вот тут происходит маркетинговый катарсис просто. Почему? Потому что на самом деле нет ничего проще, чем продавать толковые крепкие ножи с очень крутой внешностью от компании «Сок». От компании «Все имя», «Вся философия», которая там, я не знаю, пропитана запахом напалма и криками раненых. Кстати говоря, назвали его тюленем тоже не просто так, конечно же, потому что здесь прямой намек на Navy SEAL. Основное тактическое подразделение сил специальных операций ВМС США. Кстати говоря, вы знали, что SEAL это не просто тюлень, а это аббревиатура «Sea Air Land» – «Море, воздух, земля», на которых, собственно говоря, спецназовцы и действуют. Клипса у нас, кстати, переставляется под левую руку в режиме типап кончиком кверху. И сам по себе нож раскрывается через флиппер, через вот этот вот тамп-холл и, конечно же, путем просто отжатия XR-лока. То есть, на самом деле, закрывается он также правой и левой рукой одинаково. То есть, наш сегодняшний нож абсолютно полностью симметричен под правую и под левую руку. В общем, я надеюсь, вы поняли, насколько крут сегодняшний САПШ, товарищи мои. SEAL XR Sock Knives. Дизайн сок. Длина 534 мм. Длина клинка 99 мм. Ширина клинка 35 мм. Толщина по обуху 4,7 мм. Финиш клинка Black Seracote. Вес 232 грамма. Сталь. CPM S35VN 59, 61 единица по шкале Rockwell. Заявленная твердость. Рукоять Glass Reinforced Nylon или GRN, как мы привыкли говорить. Замок XR Lock. Механизм-подшипник. И стоит этот красавчик на Lamni от 168 евро, в зависимости от того, куда он поедет. Стоит ли он этих денег? Вообще нет сомнений. И абсолютно это один реально из лучших тактиков. Стоит ли его покупать? Обязательно. С учетом продажи компании Sock GSM Outdoors, стоит поспешить с покупкой в принципе. На тему продажи компании Sock я общался с сотрудниками лично. Но об этом в конце. Давайте сперва все-таки о ноже. Вот что говорит о ноже производитель. Сейчас, секунду. Вот. Универсальный складной нож, полностью произведенный в США. Разработанный и оптимизированный при консультациях с профессиональными пользователями. Сил XR обеспечивает ощущение функциональность ножа сил, имеется в виду Fixit, в форме карманного ножа большого формата. Изготовленный из GRN и стали S35VN, сил XR представляет собой чрезвычайно прочный нож с высокой коррозийной стойкостью и сохранением кромки. Полностью симметричный дизайн и надежный замок XR. Один из лучших тактических ножей на сегодняшний день. Вот с этим утверждением я спорить не стану ни секунду. Потому что именно такие ножи это визитная карточка SOC компании. Даже название которой уходит корнями во вьетнамскую войну. В спецподразделении армии США MACV SOC. И вы помните, да, что именно уникальный боевой нож этого подразделения, собственно говоря, и вдохновил молодого дизайнера Спенсера Фрейзера на создание компании SOC Speciality Knives. То есть, если так в двух словах, SOC это в первую очередь милитаризм, а потом уже всяческие разные там EDC. Рукоять одна из самых лучших вообще за историю найфмейкерства сделанных. Вообще совсем недавно была Дамас. Реально как-то последнее время у нас идут не просто тактики, а тактики, которые прям проверены временем, которые действительно очень крутые. Здесь абсолютно безупречный молоточный хват. Если вас пугает вот эта текстура злая наждачная и эти насечки, используйте перчатки. Здесь в принципе весь намек на то, что действительно этим ножом удобно оперировать в перчатках. И он сделан все для того, чтобы не выскользнул нож из перчаток. Я прошу прощения, у меня как-то сегодня это на самом деле не от похмелья, не от каких-то этих последствий физкультуры. Вот, то есть реально он сделан под перчатки. Но если у вас ладони не совсем нежные, мне например вот эту всю насечку лично по кайфу, я изо всех сил сжимаю молоточным хватом нож, мне по кайфу ее ощущать вот прям голой рукой. Просто же зашибенско. Диагональный хват абсолютно 100% защищен от какого-то схода пальцев на режущую кромку. Здесь большой палец в любое место встает и упирается в насечку. Здесь не нужно искать эту насечку. Вот. Для какой-то аккуратной мелкой работы можно сюда поставить указательный палец на плавник. И вот здесь сверху опять же в насечку упереть большой палец и поработать. Молоточный, пожалуйста, обратный, просто суперский. Если вы захотите кого-нибудь долбануть этим прекраснейшим скал-крашером, то конечно лучше брать обухом в ладонь нож, чтобы в случае какого-то удара не повредить себе суставы. В общем, рукоять просто безумно шикарно продуманная. Она большая, она под крупную руку в перчатках. Здесь все очень как-то вот, может быть, излишне вычурно-брутально. Потому что я могу сказать, что вот для меня, например, кику, тут конечно клиночек покороче, но вот он лично мне немножко, я, наверное, человек просто поспокойнее по своей натуре. И поэтому мне кику, например, гораздо больше, несмотря на то, что я его воспринимаю тоже как достаточно такой нож. Не то чтобы там тактический, но и не просто так, не валялось здесь. Здесь прям вау-эффект. И когда смотришь на вот эту мощнейшую рукоять, на мощнейший упор подпальцевый, который образуется плавником, вот все эти хваты, понимаешь, что, конечно же, законотворцы российские в частности, они, конечно, молодцы. То есть вот этот вот нож с надежным замком XR, вот с этими всеми упорами и так далее, это как бы не холодняк, а если сделать его фиксидом, то холодняк. То есть вот этим вот складным ножом, конечно, тяжело будет кого-то там проткнуть, я не знаю. Вот. Клинок это просто слепая ярость. Спуски чуть выше, чем от середины. Четкий такой фальш, четкий такой фальш-лезвие. Конкретно полусеррейторная версия, это вообще огонь, потому что этот серрейтор, он мало того, что очень круто справится с любым, совершенно с любым заданием. Похож он немножко на Spider Edge, чисто внешне. Плюс к тому же он добавляет еще большей крокодильности, еще большей зубастости, вот всем вот этим вот, хотел сказать, наколкам. Наколки, кстати, очень породистые на клинке, добавляют всем вот этим вот насечкам. И, конечно же, в пенетрационных свойствах ножа совершенно глупо было бы сомневаться. То есть это действительно очень классно. Замок XR, вы знаете, все понимают, что это, по сути, вариация на тему Аксиса. И компания SOG очень агрессивно на всех моделях настаивает на прочности этого замка, готова подтверждать это тестами. То есть они прям, XR для них сейчас вот действительно во главе всего. И, в принципе, 21-й год для SOG был крайне успешным. Но, опять же, совершенно неудивительно, и об этом позже. Нож сил XR, безусловно, является одним из лучших тактиков всех времен и народов. И в случае составления какого-то рейтинга тактических фолдеров, был бы на самой верхушке, рядом по соседству с хэви фолдерами от Экстремы, по соседству с Адамасом, с Реконом. То есть, действительно, он очень крут, он действительно очень классный. И очень хочется надеяться, что после поглощения компании SOG GSM Outdoors, качество производства не упадет, нож останется в линейке, а компания не перестанет существовать. Хотя, кого я нахрен обманываю. Только обзорщики меня поймут, на самом деле, это когда начитываешь свой рэпчик около камеры, и появляется неодолимое желание, простите, шмыгнуть носом. И ты терпишь, терпишь, понимаешь уже, что сейчас что-то капнет из себя. Ставишь на паузу, делаешь свое видео, делаешь свое дело. Так вот, ребята, кого я обманываю. Компания уже перестала существовать. Остался лишь бренд, один из 45 в составе GSM Outdoors. Повлияет ли это поглощение на сотрудников SOG и философию компании? Безусловно, повлияет. В какую сторону, я думаю, что реалистично будет сказать в худшую. История повторяется. Если в 2022 году какая-либо компания ножевая американская сделает значимый рывок в дизайнах, начнет выпускать ножи с новыми технологиями, то мы по аналогии будем ждать продажи этой компании в конце года. В 2020 компания Cold Steel была на подъеме. Фирме исполнилось 40 лет. Этот юбилей был широко отмечен такими няшками-вкусняшками, как Крис Вояджер, Лин Томсон Тилайт, Формакс Скаут, 1911, СРК Компакт. Всего там было 40 моделей. Я думаю, что это именно было под 40-летие. Полностью новых или обновленных. Знаете, по сути, это общепринятая практика нагревать бренд перед продажей компаний. Но кто из нас мог представить? Известие о продаже колдов GSM Outdoors было шокирующим и неприятным. Потому что Cold Steel совершенно неразрывно ассоциируется с двумя именами. Мистер Лин Томсон и мистер Эндрю Демко. Я понимаю, что мистер Томсон уже дедуля. И продать успешную компанию на старости лет, это совершенно логичное движение, совершенно правильный выход. То есть, все, ты решил отойти от дел, компания у тебя действительно не просто на плаву, она преуспевает. Ты ее реально нагреваешь какими-то моделями, какими-то движениями перед продажей. Продаешь и выходишь на пенсию. Все. Ну, остаешься там каким-то там лицом, что-то так. Но, ведь он продал не просто компанию, а дело всей своей жизни, которым восхищались, которому сопереживали тысячи людей во всем мире. И я, между прочим, в их числе. И то, что Эндрю Демко ушел развивать свой бренд, это, в принципе, тоже абсолютно правильно. И вот здесь я как раз таки аплодирую, потому что со стороны Эндрю Демко мы, может быть, увидим что-то, какое-то продолжение именно философии Cold Steel. Вот. Компания Cold Steel была продана в декабре. А после зимних каникул штаб-квартира в Калифорнии была закрыта, а штат распущен, за редкими исключениями. В этом тоже нет ничего удивительного, так как на рождественские каникулы приходится пик самоубийств и увольнять людей проще гораздо в январе-феврале. Именно поэтому в своем разговоре с сотрудниками компании SOC я был настроен, так знаете, пессимистично-реалистично, а они как бы оптимистично, но чувствовалось, что все все понимают и чувствовалось, что совершенно нет никаких гарантий. То есть, может повториться судьба Cold'ов. Физически компания перестанет существовать, на виду оставят только бренд, а производство, ну знаете, производство может быть и оставит, где было, а может и переведут куда подешевле. То есть, история с Cold'ами повторилась. Как раз по итогам 21-го года я хотел сказать, что компания SOC прям стрельнула в 21-м году. Теперь понятно, куда и зачем она стрельнула. Так, сейчас я вам зачту. С 1986 года SOC является синонимом ножей для сложных условий эксплуатации, предназначенных для удовлетворения потребностей специалистов в области обороны, сказал Эдди Кастро, генеральный директор компании GSM Outdoors из Ирвинга, штат Техас. Это имя сразу же признано военными, службами быстрого реагирования и энтузиастами за их высокое качество изготовления и надежную работу. Наше приобретение SOC представляет собой важное расширение семейства брендов GSM, и мы надеемся вывести этот бренд на новый уровень поддержки потребителей и инновационных продуктов. Следующая цитата. SOC это престижный бренд среди розничных продавцов товаров для аудора и тактической продукции по всей стране, сказал Зак Хендерсон, вице-президент по продажам GSM. И у компании есть энтузиазм со стороны потребителей. Понятно, что мы рады добавить SOC в наш портфель производителей ножей и инструментов, включая Cold Steel. Мы надеемся на сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами для дальнейшего расширения бренда SOC. Вот так. То есть, сперва это дело всей жизни, как говорится, легенда и так далее, повод для гордости, а потом это просто папка в чьем-то портфеле. Когда я общался, причем такой разговор вышел действительно как бы на позитиве, но по итогу не веселый. Ну, все взрослые люди. И на мой вопрос с SOC-овцам, ребята, это вообще окей, что вас продали или нет? Мне осторожно ответили, скорее окей, но многое сейчас не ясно. Вот что сказал Джонатан Вегнер, вице-президент SOC, когда ему задали аналогичный вопрос. Сотрудники его. Да, мы были куплены GSM, но не потому, что мы сделали что-то не так, а потому, что мы все сделали правильно, а им нужно то, что мы построили. Повторюсь. Да, мы были куплены GSM, но не потому, что мы сделали что-то не так, а потому, что мы все сделали правильно, а им нужно то, что мы построили. То есть, мы предложили такую сумму, что строй-не строй, а все будет красиво. дальше дальше дядька жжет на палмам gsm хочет создать хороший выбор ножей и вкладывает много средств cold steel и судя по тому что нам уже рассказали будет такая же история да может произойти некоторая консолидация команд но единственный человек который ушел был генеральным директором как было согласовано перед продажей два года назад мы надеемся что это будет хорошо время покажет но мы полны надежды и воду и воодушевлены да мы нервничаем потому что любые изменения могут стать источником стресса но до сих пор gsm были добрыми и гостеприимными вот класс вообще потому что консолидация консолидация команды вот что нужно говорить перед тем как дать людям пинка под зад вот именно это заявление вице-президента сок сделанное в конце декабря еще больше наталкивает на мысль что одному из старейших и уважаемых производителей ножей в мире пришел честно говоря капец потому что на самом деле ребят найти компания это ведь не только буквы с ауджи это даже не станки это даже не цеха компания это команда и когда уходит команда остаются только буквы с ауджи прошу прощения и на какое-то время наверное станки тоже пока не будет проведена какая-то знаете очередная оптимизация производства в том что через какое-то время колды и соки будут пилиться на одних и тех же станках сами знаете в какой стране я практически не сомневаюсь я почти в этом уверен если по словам вегнера продажа была согласована два года назад то можно только предполагать что сок в этом списке не последний вот мне сейчас найти просто колтил сок кто будет следующей компании которая будет поглощена мульти корпорации этой то есть спай и бенчи кабары баки на хрен никому не нужны потому что они работают практически в убыток то есть вот бак реально семейное производство которое работает в ноль и они молодцы с ними вообще ничего не случится в целом меня конечно очень сильно печалит эта движуха потому что дайте я общался реально вживую с командой cold steel и то есть вот те самые те самые парни которых нажиманы всего мира до сих пор смотрят вот эти вот рекламные ролики где бравые молодцы рубят протыкают все подряд под руководство вот это вот сумасшедшего оптимистичного задорного толстенького дядьки в коротеньких черных шортиках и теперь большинство этих молодцев и они уже не в команде колстил и мне очень хочется чтобы мои сейчас мрачные прогнозы в отношении компании сок не сбылись потому что потому что на самом деле там классные ребята тоже очень очень хорошая команда и хотелось бы чтобы соком не произошла такая же хрень как с cold steel им свое время ножи ножи останутся просто что что там сейчас будет в новинках знаете я не буду там давать оценку свою двадцать первому году компании cold steel но точно после продажи вы же видите картина уже изменилась тот же самый брокен скал поменяли на range босс чтобы не платить стиву остину вот эти вот его отчисления то есть ну ладно в общем хотелось бы сейчас вам именно за финалить и дать совет что соговские ножи на самом деле при наличии свободных средств стоит сейчас покупать по нескольким причинам первое они классные по крайней мере сейчас они очень классные еще вторая они сейчас классные а потом могут стать хуже или исчезнуть совсем какие-то модели и третье конкретно те ножи которые сейчас именно старосоговские они могут вырасти по итогу в цене именно как тот самый сок олдскульный и прочее потому что мы никогда ничего не знаем здесь на самом деле одно дело когда действительно человек он создает вот восемьдесят шестом году и несмотря на все взлеты и падения у него даже мысли нет закрывать бренд почему потому что он действительно идет вперед он развивает производство у него идеи и так далее так далее когда это просто бренд в рамках корпорации все решает бухгалтерия так 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 не уверенно себя показали неправильно закрыли сезон аривидерчи то есть уже и не просто компании не становится уже и бренды не становится в этом плане то есть сейчас самое смешное что до сих пор колд стил кто-то воспринимает именно ну чё там колд стил и ну чё там кустил и а на самом деле это должно звучать ну как там gsm outdoors ну как они там сделали ну что он они интересно сделали почему потому что на самом деле просто на ножах именно наклеечка два слова колд стил и все и за этим собственно говоря никакого старого костила которому мы мы еще скажем так психологически привыкли который мы помним нет близко и в помине то есть в этом плане то же самое сейчас на наших глазах происходит с очень очень крутой конторы я очень надеюсь на самом деле что я сейчас вот весь вот этот вот мой пессимистичный реализм он не сбудется и все будет хорошо спасибо за просмотр всего доброго отличной вам зимы и и и Продолжение следует...